Так, ну хорошо, значит, на сегодняшней лекции, да, ну и еще на одной или двух следующих мы будем говорить про логарифмическую память. Значит, сначала я расскажу немножко неформально, про что здесь идет речь, да, и почему это важно. Значит, ну вообще память – это важный ресурс. Почему? Ну, значит, есть причина полувековой давности, да, что память просто очень дорогая. Да, и там в 70-х годах прошлого века, да, в общем, более-менее память была самой дорогой частью компьютера, и более-менее, если вы там изготавливаете, да, или покупаете компьютер, в котором в два раза больше памяти, то и стоить он будет, ну, аж не в два раза больше, ну, там на 90% больше. Да, поэтому это прям было важно, да, с маленькой ограниченной памятью пытаться решать побольше задач. Вот, но даже если память и не очень дорогая, то тем не менее, как, ну, как реальные компьютеры устроены, что там есть на самом деле несколько уровней памяти, да, есть регистры процессора, да, значит, которым доступ более-менее мгновенный. Есть кэш, которому доступ не мгновенный, но очень быстрый, да, может быть, несколько разных уровней кэш-памяти. Значит, дальше бывает оперативная память, значит, которая еще побольше, но к ней доступ еще медленнее. Ну, дальше бывает жесткий диск, да, которым доступ еще сильно медленнее, по крайней мере, по старой технологии, там, HDD, да, значит, SSD побыстрее, но все равно не так быстро, как оперативная память. Вот, ну, и теоретически можно еще говорить про какое-нибудь хранилище на облаке, которому нужно через интернет подсоединяться. То есть это еще дольше, чем внутри компьютера, и бывает даже такой крайняя степень, это какой-то архив, вообще никуда не подключенный, да, например, на магнитном носителе. Да, хотя, да, значит, кажется, что всякие там магнитные носители, типа там аудиокассеты, там видеокассеты, это все осталось в 20 веке. И выстаревшие технологии, на самом деле, это не совсем так, и технология на магнитном носителе тоже развивалась все эти годы, но просто она ушла из потребительского сектора, да, вот в сектор хранилища, долговременного хранилища каких-то статичных данных. Вот, и реально магнитные носители прямо с такими лентами, да, значит, они используются, и более того, там научились довольно плотно записывать информацию. Вот, но проблема в том, что, чтобы ее прочесть, нужно прямо физически перематывать эту катушку, вот, поэтому процесс небыстрый. Вот, ну и многие интернет-компании реально там время от времени делают архив своей информации, он вот на таком магнитном носителе, да, с целью, что если вдруг те сервера сразу там сломаются, да, то потом с этого магнитного носителя можно будет восстановить. Да, то есть, в принципе, ну, все такие большие дата-центры, да, они устроены так, что там вся информация хранится в нескольких экземплярах, да, ну, как минимум в двух, но даже скорее в трех. Вот, и там есть какая-то, да, значит, какая-то управляющая система, которая следит, чтобы это все никуда не потерялось, да, что если там какой-то, да, значит, какой-то блок поломался, то его там не чинят, а просто убирают, ставят новый, вот, а старые отдают в перераспорт. А дальше вот эта система, она следит, чтобы все было записано не один раз, а несколько. Вот. Ну вот, но тем не менее, значит, несмотря на это, время от времени делают слепки базы данных и записывают их на магнитный носитель. Вот. Так вот, значит, к чему это все? Значит, каждый следующий уровень хранилища памяти больше по объему, но медленнее по доступу. Соответственно, если ваша программа использует слишком много памяти, то ей приходится обращаться к более медленному носителю, и получается, что память переносится прямо и на время тоже. Да, что если ваша программа эффективна по памяти, то есть ей не нужно, да, например, она целиком помещается в оперативной памяти, ей не нужно ничего записывать на жесткий диск, то она и работать будет быстрее. Вот. Если у вас та же самая задача решается с меньшим объемом памяти, то она может существенно быстрее работать. Да, значит, даже хотя, допустим, число базовых операций, может быть, там будет такое же, но если эти базовые операции не связаны с доступом к медленной памяти, то все это будет быстрее. Ну, а время это все-таки самое важное, да, значит, самое важное, чтобы задачи решались к сроку. Вот. Хорошо, значит, почему нас интересует логарифмическая память и что это вообще означает? Ну, вообще здесь предполагается вот такая картина, да, что есть, значит, один блок памяти, да, значит, это неизменяемый вход, значит, неизменяемый вход. И, может быть, отдельно, значит, рабочая память. Ну, и хотя понятно, что для любой содержательной задачи нужно все-таки весь вход прочесть, тем не менее рабочая память, на которой реально какие-то вычисления совершаются, может быть, гораздо меньше, чем вот этот вот неизменяемый вход. Вот. И это тоже вполне себе практическая история, да, значит, потому что, ну, например, представьте такую задачу, у вас есть какой-то жесткий диск, и он заполнен информацией почти целиком, да, или там телефон там забит фотографиями, да, и свободного места совсем мало. Но, тем не менее, вам нужно совершить какую-то операцию, например, поиск по всему диску чего-нибудь. Вот. И, соответственно, конечно, если вы ищете информацию где-то, да, то вы не можете это изменять, то где вы ищете. Соответственно, вам нужно, чтобы ваша рабочая память, которую вы используете, да, была гораздо меньше, чем сам вход. Да, у вас нет второго такого же диска, на который вы можете скопировать и там изменять все что угодно, да, нужно каким-то образом хранить только небольшую часть. Ну, вот это вот вполне, значит, вполне себе классическая история, вот, поэтому, когда говорят о количестве использованной памяти, то память, которая использована на вход, не учитывают, да, учитывают только вот эта рабочая память. Да, значит, только она, значит, только она используется при подсчете. Значит, при подсчете занятой памяти. Вот. Ну, вообще, в любой выщетной модели есть какие-то базовые ячейки. Да, например, в машине Тьюринга это может быть отдельная клетка, в которой может быть записан какой-то символ. Ну, и, соответственно, число вот этих клеток и является использованной памятью. Ну, а что значит число клеток? Ну, например, в случае машины Тьюринга можно считать, что это клетки, на которые в процессе, да, значит, на которые в процессе вычисления хотя бы раз машина указывала. Значит, вот на этой рабочей памяти. Вот. Ну, и тогда вполне может быть, да, значит, вполне может быть и логарифмическая такая память. Но она совсем маленькая, она не может быть, да, например, если она будет константной, то это фактически будет то, что называется, конечный автомат. Вот. Я не знаю, это у вас не было такого понятия? Было, да? Вот. Но вот конечный автомат — это фактически компьютер с константной памятью. Вот. Тогда... Вот. И даже там есть такая теорема, что если даже память не константна, но она что-то типа там у маленького повторного логарифма, тогда это все равно будет конечный автомат. Значит, это можно смоделировать. Вот. Но вот если это не повторный логарифм, а просто логарифм, тогда уже какие-то содержательные вещи, нерешаемые конечный автоматами, можно вполне себе делать. Вот. Да, ну, вообще, в целом, значит, в целом тут есть классы, значит, DSpace, DSpace от S от N. Значит, это, опять же, языки, да, то есть задача с бинарным ответом. Значит, языки распознаваемые на памяти О большой от S от N. Вот. Буквка D означает детерминированная машина Тьюринга. Да, соответственно, есть NSpace. Значит, NSpace от S от N. Значит, это вот то же самое, только на недетерминированной машине. На недетерминированной машине. Значит, ну, дальше она работает, в принципе, так же, как мы обсуждали про недетерминированную машину по времени, да, то есть у нее такой ветвящийся процесс, и, соответственно, на каждой ветви должно быть О большой от S от N памяти дополнительной. И если на одной ветви ответ 1, то общий ответ 1, если на всех ветвях ответ 0, то общий ответ 0. Вот. Ну, а, значит, дальше про... Да, какие бывают конкретные классы, да, значит, бывает класс L. Значит, L, который есть DSpace. DSpace от логарифма N. Вот. Есть и NL. NL, соответственно, NSpace. От логарифма N. Значит, есть PSpace. Значит, PSpace. Значит, это DSpace от полинома от N. Вот. Вот еще бывает NPSpace. NSpace от полинома, но на самом деле то же самое, что PSpace. Вот. Ну, и, конечно, там бывают всякие другие. И там EXPSpace, например, экспоненциальная память. Бывает поли... Поли L. Поли L давайте я даже напишу. Значит, поли L это DSpace, соответственно, вот от поли логарифма. Да, то есть полинома от логарифма. Вот. Некоторые, да, значит, некоторые задачи как раз здесь лежат. Вот. Ну, и вот есть теорема Сэвича. Я думаю, я не буду ее доказывать. Ну, по крайней мере, сейчас. Потом посмотрим, может быть, и докажу. Значит, теорема Сэвича заключается в следующем. Что, значит, N Space N Space от S от N вложено в D Space от S от N в квадрате. вот, то есть квадратично. Значит, квадратично увеличивается память при детерминизации. Значит, если для детерминированного и нетерминированного времени у нас было экспоненциальное возрастание, да, то есть то, что недетерминированное делается за время T от N, делается детерминированно за время 2 в степени T от N, ну, по крайней мере, при тривиальном способе это сделать. Вот здесь у нас получается квадратичное. Да, значит, N, там формальные технические условия, да, значит, это верно, при S от N больше, чем логарифм N. Да, значит, если совсем маленькая память, там может быть не совсем так. Вот, ну, из этой теоремы, из теоремы Севича, значит, два следствия. Значит, следствие 1, что P space равняется N P space, да, то есть про дальше про полиномиальную память. Нет вопроса о том, он дает или нет, нет, там нет что-нибудь дополнительный ответ, что не дает. Вот, ну, а следствие 2, следствие 2, что NL вложено в поле L. Да, потому что то, что распознается недетерминированно на памяти логарифм, распознается недетерминированно на памяти логарифм квадрата, ну, это как раз частный случай полинома. Вот, а вот вопрос о том, равны ли L и NL открыт. Соответственно, открытый, открытый вопрос, да, значит, открытый вопрос равны ли L и NL. Вот, ну, и он как бы играет роль вопроса ОП и НП применительно вот к вычислениям на ограниченной памяти. Вот, ну, соответственно, план такой, немножко поговорим про класс L, какие там задачи лежат, поговорим про класс NL, там есть своя теория NL полноты. Вот, ну, и вот теория NL полноты, она с одной стороны похожа на теорию NP полноты, с другой стороны немножко другая. Ну, и вот она является важным инструментом для решения этого вопроса. Да, то есть там всякие похожие теоремы, что если там NL полная задача, лежит в L, тогда L равно NL, там и так далее. Вот. Хорошо, да, значит, в общем, такая общая картина. А, давайте я еще общую картину про то, как связаны классы по времени и по памяти. Так. Так, ну, давайте так. Значит, D space, значит, D space от S от N. Значит, у нас вложено в N space от S от N. Значит, это вложено в D time от 2 в степени S от N. Ну, от 2 в степени O большое от S от N. И это у нас вложено в D space. Значит, D space от того же самого. Вот. Значит, соответственно, как это принято к конкретным классам работает. Ну, в частности, получается вот такой ряд. Значит, в частности, значит, у нас L вложено в NL. Значит, это вложено в P. Это вложено в NP. Вот. А это вложено в P space. Ну, а это у нас получается равно. Значит, равно NP space. А это вложено в P space. Ну, а дальше это вложено в N exp. Ну, и так далее. Да, в общем-то. Ну, давайте я еще exp space напишу. Вот. Тут получается три уровня. Значит, первый уровень логарифмический, второй уровень полиномиальный, третий уровень экспоненциальный. Вот. Конечно, могут быть какие-то промежуточные, да, там какой-нибудь полилогарифмический, да, квасиполиномиальный и так далее. Вот так. Ну, давайте на примерах. Значит, на примерах поймем, почему это так. Значит, самое простое, значит, почему L вложено в P. это верно по очень простой причине, потому что, смотрите, если у нас логарифмическая, да, у нас есть вход длины N и есть рабочая память длины там логарифма. Значит, смотрите, вход длины N и рабочая память длины. Ну, дайте я тут какую-нибудь целый грифм N напишу. Вот. Тогда просто сколько у нас всего конфигураций может быть? Значит, число, ну, да, значит, я имею в виду машину Тюринга в уме. Значит, число конфигураций. Чему равно? Значит, это будет Q, но это имеет в виду число состояний. Значит, число состояний, ну, это какая-то константа, да, размер множества состояний, какая-то константа. Да, значит, умножить. умножить на что? Умножить на, ну, дайте пусть даже там не бинарный алфавит какой-то. Так, это у нас гамма, да, ленточный алфавит. Обычно, значит, гамма в степени С логарифм N. Значит, вот эта вот гамма, это ленточный алфавит, да, то есть, какие вообще символы бывают. Вот, а вот все вместе в степени целогарифма FN это число возможных слов, записанных на рабочей ленте. Значит, это число возможных слов на рабочей ленте. вот, но еще у нас есть один параметр, это расположение указателей. Вот, соответственно, на входной ленте это будет N, да, значит, а на рабочей это еще вот целый грифм FN. Соответственно, вот это вот будет число, значит, число способов разместить указателя. Вот, но вообще, если через все это продраться, то у нас получается какой-то многочлен. Да, потому что, ну, смотрите, какая-то константа в степени логарифм умножить на C, но это то же самое, что N, да, значит, N в степени C на логарифм вот этого, да, то есть, какой-то многочлен. Может быть, с большой, с большим показателем, да, но многочлен. Умножили еще на N, там еще на единицу увеличилась степень. это константа, да, значит, это мелочь какая-то, точно меньше, чем еще N. Вот, вообще, все это вместе получается многочлен. Да, то есть, всего, значит, вот это вот всего поленом от N конфигураций, и при этом повторяться они не могут, потому что если конфигурация повторилась, значит, если конфигурация повторилась, то тогда машина зациклилась и уже никогда не остановится. Да, значит, конфигурация не может конфигурация не может повториться. Вот. Ну, а тогда что получается? Получается, что число шагов не больше, чем число конфигураций, то есть поленомиально. Значит, число шагов меньше либо равно, чем число конфигураций и, следовательно, поленомиально. Ну, раз число шагов поленомиально, да, значит, раз число шагов поленомиально, значит, это лежит в P по определению. Так, хорошо. Значит, точно так же работает вот вложение как бы через один, да, то есть D space от S от N вложено вот сюда, вот это M от 2 в степенью большой от S от N и это как раз тоже, да, значит, вот это все тоже верно, если S хотя бы логарифм. Почему это так? Потому что у нас есть вот этот множитель, который не зависит от памяти, это N. Вот, но вот если S от N хотя бы логарифм, то это будет порядка 2 в степени S от N. Вот, если S будет сильно меньше, то вот это будет определять асинтотику, да, как бы все равно поленом получится. Вот. не, наоборот ничего не портит, мы его оценим N. Почему он будет портить, когда у нас будет меньше, чем логарифм? Нет, не логарифм будет портить, а вот это N будет портить. А, да, понятно. Да. ну, этот негритм и то же самое S от N, да, S от N не будет портить, а вот это вот N будет больше, чем 2 в степени S от N, если S совсем маленькая. Так, ну, теперь давайте поговорим про то, почему NL. значит NL вложено в P. Тут довольно интересный подход. Значит, все равно нужно смотреть на конфигурации, вот, но дело в том, что вот когда у нас детерминированные вычисления, то у нас конфигурации как-то вот одна за другой идут и получается как бы такая линия. А когда у нас, значит, когда у нас нет детерминированного вычисления, да, то вместо линии у нас получается дерево. И дерево, вообще говоря, может быть экспоненциальным. И тогда вопрос, как мы его будем обходить. Но ответ такой, что на самом деле оно не может быть экспоненциальным, потому что всего конфигурация полиномиальное число, и, соответственно, у этого дерева, если оно слишком сильно ветвится, то у него разные ветви будут склеиваться и приводить к одному и тому же результату. Вот. Поэтому рассматривается такая вещь, как конфигурационный граф. Значит, конфигурационный граф. Значит, здесь вершины это конфигурация. Значит, вершины конфигурации. вот, а ребра ориентированная да, или дуги, как еще говорят. Значит, ориентированные ребра соответствуют допустимым переходам. Да, значит, раз у нас недоторминизм, то у нас может быть для одной и той же исходной конфигурации несколько допустимых переходов. Вот, соответственно, может несколько ребер выходить из одной и той же вершины. Ориентированные ребра, допустимые переходы. Вот. Ну и вопрос такой, есть ли в этом графе ориентированный путь изначальной конфигурации в принимающую. Да, соответственно, вопрос, который нас интересует, значит, это есть ли, есть ли в этом графе, есть ли в этом графе ориентированный путь изначальной конфигурации в принимающую. Вот. Ну, можно для простоты считать, что у нас есть только одна принимающая конфигурация. Значит, например, мы, ну, вообще конфигурация принимающая, если это там принимающие состояние, вот, но можно считать, что мы добавили еще одну фиктивную конфигурацию и из любого, из любой, из любой конфигурации с принимающим состоянием добавили ребро вот в эту фиктивную конечную. Тогда просто вопрос о пути в графе но вопрос о пути в графе это очень известный алгоритмический вопрос и я думаю все должны прекрасно знать, что он решается за полиминальное время в том числе и в ориентированном графе то есть получается, что вопрос значит вопрос о пути в графе значит вопрос о пути в графе решается за полиминальное время ну вот, соответственно, получается, что граф полиминального размера мы его строим явным образом можно просто выписать все возможные конфигурации проверить для каждой конфигурации, откуда там ведут ребра и потом, соответственно, для полученного графа решать задачу о достижимости вот ну вот, поэтому NL в play вложно нет, память-то обычная это машина недетерминированная недетерминированная машина означает нет, значит, смотрите, для детерминированной тоже можно построить такой граф но там просто из каждой конфигурации будет выходить ровно одна стрелка вот, и, соответственно, если мы пойдем изначально, да, то мы можем просто по этим стрелкам идти и смотреть, куда придем вот, а если он недетерминированный, то может из каждой точки выходить несколько стрелок и тогда просто так мы идти не можем, куда попало да, а надо именно смотреть на достижимость принимающей конфигурации, да, вот из изначальной да, 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 да да, 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 на всех ветвях на всех ветвях память ограничена вот так, хорошо ну и давайте, наверное, еще обсудим вот это вот, да, но почему NP вложено в P-space значит, NP вложено в P-space значит, это вот почему, да, значит, ну я напомню, что такое NP в смысле сертификатов у нас было, что X лежит в A тогда и только тогда, когда существует Y такое, что V от XY равняется 1 вот, ну и тогда можно просто перебирать все Y, да, значит, можно как бы делать так значит, можно запустить перебор на алгоритм, но он потребует полиномиальной памяти значит, перебор значит, перебор Y требует полиномиальной памяти значит, почему? ну, как-то так получается, да, что вот мы выделили какой-то блок, да, вот здесь вот Y да, значит, а вот здесь получается вычисление вычисление V от XY вот, и, да, получается, что мы сначала взяли Y из одних нулей и с ним вычислили потом мы тут как бы если вдруг единица получилась, то все, да, значит, ответ 1 иначе мы как бы вот эту память освобождаем а тут переходим к следующему Y да, все нули в конце единицы и с ним вычисляем вот, ну и так далее, да, то есть каждый раз после очередного вычисления V от XY если получился единица, то мы заканчиваем вычисление с ответом 1 если получился 0, то мы Y инкрементируем и на той же самой памяти значит, на той же самой памяти продолжаем да, то есть вот это вот ключевое отличие памяти как вычислительного ресурса от времени стоит в том, что память можно переиспользовать да, тот же участок памяти, где мы уже проводили вычисления можно использовать для каких-то следующих вычислений вот, и вот за счет этого получается, что хотя время будет экспоненциальное память будет панемиальна вот ну, соответственно, для произвольных значит, для произвольных границ это все будет аналогично так, ну что, какие-нибудь вопросы? а, да, перерыв после перерыва поговорим про конкретные задачи ну, сегодня из L да, про N в следующий раз ну, значит, примеры задач из L так, ну, начнем мы с арифметики двоичных чисел да, то есть, в общем, будет три группы задач в этом разборе значит, первая группа это арифметика двоичных чисел вторая группа это синтаксический разбор выражений например, скобочных последовательностей и третья группа это некоторые операции на графах вот, значит, первая первая это арифметика двоичных чисел ну, и первый пример 1а это сравнение значит, сравнение то есть, есть два числа x и y в двоичной записи нужно понять, кто из них больше ну, скажем, верно ли, что x больше y вот, значит, тут, в принципе, немножко важно как именно да, значит, как именно числа записанные можно считать, что они просто на разных лентах написаны да, что у нас не да, значит, не одна входная лента а две входных ленты значит, есть x, есть y вот, ну и тут, соответственно ну, значит, в самом простом случае да, значит, можно считать что да, значит, это еще и одной длины битовой если нужно, там ведущие нули поставленные тогда это вообще получается автоматная задача да, значит, нам даже не нужно вообще никакой памяти да, мы просто идем да, значит, если заранее известно, что они одной длины, да, то мы идем слева направо значит, слева направо смотрим совпадают, да, значит, совпадают символы или нет соответственно, если совпадает, то идем дальше если не совпадают то, как бы там, где стоит единица, то и больше да, ну, совершенно естественно вот ну, вот а теперь давайте обсудим ну, разные технические моменты значит, во-первых, они могут быть разной длины да, например вот так вот да тогда, советские, если мы будем идти как раньше у нас будет неправильный ответ, да потому что, на самом деле, вот это вот больше там просто больше значих цифр а если мы будем сравнивать так же то у нас будет вот это больше вот, поэтому ну, тут надо наоборот, получается, идти значит, можно сказать, что мы, наоборот, идем с младших битов да, идем с младших битов там, справа налево и дальше, соответственно, если у нас да, тут храним, как бы, результат сравнения текущих хвостов вот, соответственно, получается, что если у нас очередной бит получается больше да, то есть, мы, например, сразу последний бит да, он считан больше здесь сравним предпоследний, да, больше здесь значит, сравним еще ну и так далее, да, если они такие же, то мы оставляем результат сравнения хвостов если какой-то больше, да, то тот, который больше, как бы перебивает все, что до этого было Ну а дальше, если там кто-то один кончился раньше, чем другой, то тогда нужно проверить, нет ли единицы в том префиксе, который еще остался. А если там есть единица, то получается, что число больше в любом случае. Если там остальные нули, то нужно оставить тот же результат, который был. Ну вот, в общем, вроде тоже получается, что если... Значит, если они разной длины, но на разных лентах, то тоже можно вот так вот сравнить. Вот, если же они вот на одной ленте, то есть, как написано x, значит, потом какой-то разделитель, потом y, то вот тогда уже нужна логерфмическая память, а не константная. Но тогда мы фактически делаем то же самое, но мы не можем сразу смотреть и на один бит, и на другой. А должны его запомнить и перейти там куда-то. При этом, смотрите, мы не можем вставить меток. Никаких меток не можем вставить, да, чтобы мы, скажем, запомнили этот бит, поставили тут точечку, да, а потом идем туда, возвращаемся слева от того, где мы ставили точечку. Значит, вот так нельзя делать, потому что это будет изменение входа, и это запрещено. Значит, вместо этого мы будем считать шаги, да, то есть мы как бы... Ну, сначала мы там, скажем, идем сюда, до разделителя, да, на шаг назад, это будет последний бит x. Вот. И у нас есть тут какой-то счетчик. Да, счетчик, соответственно, мы идем, да, значит, идем по одной клетке направо, и, соответственно, вот этот вот счетчик увеличиваем на единицу. Да. Доходим до конца, да, идем назад, и еще там минус один, это будет как раз, чему равен этот счетчик? Ну, то есть это фактически будет длина y, там, плюс один. Вот это вот. А это вот будет как последний бит, теперь мы его сравниваем, а счетчик запоминаем, копируем. Да, то есть тут будет, на самом деле, счетчик один и счетчик два. Да, и счетчик один у нас будет сфиксирован после первого прохода, это будет вот, на сколько клеток нужно пройти от какой-то бита x до соответствующего бита y. Вот. А счетчик два мы будем все время использовать, чтобы понимать, где мы находимся. Да, то есть, получается, что мы копируем счетчик один и счетчик два, идем обратно, каждый раз уменьшая счетчик два на единицу. Когда счетчик два стал нулем, означает, что мы пришли там вот сюда вот. Ну, или там вот сюда уже, в общем, куда-то сюда пришли, нам нужно точно понять, куда именно. Вот. Но если мы пришли сюда, то мы делаем еще один шаг сюда, не изменяя счетчики. А потом начинаем снова идти вот сюда вот. Теперь, наоборот, увеличиваем счетчик два, пока он не станет равным счетчику один. И тогда мы пришли в предпоследний бит y. Ну, и так получается, что мы ходим туда-сюда, делаем все то же самое, что мы делали вот здесь вот. Но теперь нам нужна пара счетчиков, чтобы, ну, как бы, технически обслуживать весь этот процесс. Тогда надо уметь сам уметь за счетчик. А это, что для этого? Надо уметь сам уметь за счетчик, конечно. Конечно, но тут это уже не будет не очень важно. Не, ну, конечно, вы правы, что нужна такая вещь. Но можно сказать, что мы сделаем рекурсивные, там сагов рекурсивных будет совсем немного, потому что счетчики будут логарифмической длины. Вот. Можно как-нибудь иначе организовать хранение, да, например, у нас будут чередоваться бит счетчика один, бит счетчика два. И мы будем сравнивать, просто проходя по ним и сравнивая по битву. Да, очень. Ну, главное, что, поскольку эти счетчики логарифмического размера, то с ними уже гораздо проще. Да, с ними почти все что угодно можно делать, и это как раз тот самый логарифмический размер и займет. Вот. Хорошо. Так, ну... Ну, формально, конечно, нужна какая-то общая теорема. Да, общая теорема существует в том, что класс L не зависит от числа лент. Ну, и рабочих тоже, но и входных, что нам здесь самое главное. Вот. Ну, а доказывается эта теорема примерно так же, как здесь, да, то есть вместо... Как бы заводятся счетчики, которые отвечают за то, куда показывают головку на каждой ленте, и, соответственно, там как-то все обрабатывается. Так. Так. Так, хорошо. Ну, а дальше следующий пункт 1b, 1b, сложение. Ну, смотрите, вообще сложение, да, это же не вопрос с ответом да или нет, да, это функция. Но, соответственно, как всегда, с функцией можно использовать два подхода. Во-первых, можно считать, что у нас прямо функция вычисляется, но побитого. Да, то есть, например, у нас есть еще выходная лента, на которую ответ пишется шаг за шагом. Да, или, ну, да, 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 в общем, что есть выходная лента, которая не используется при подсчете памяти, и на которую просто время на время поддаются биты ответа, да, значит, лево-направо. Вот. Или можно считать, что это вопрос о проверке правильности, да, что у нас есть там три числа a, b и c, и нужно понять верно ли, что a плюс b равно c. Значит, тогда это будет ответ да или нет. Вот, да, ну, да, значит, например. Вот, ну, тут опять же, да, значит, если у нас все-таки нету ответа, да, то желательно его вычислить. Вот, но, в общем, можно и вот про такое спрашивать. Так. Ну, как это делается? Ну, опять же, это зависит от того, как у нас записана информация. Если вообще все a, b и c записаны на разных лентах, да, значит, будет a, b и c. Тогда, опять же, достаточно даже константной памяти, да, и работает стандартный алгоритм столбик, да, что, ну, просто, знаешь, ну, просто каждый раз, да, значит, смотрим на три бита, и еще есть как бы бит переноса. Да, есть бит переноса, да, и мы, соответственно, суммируем два очередных бита и бит переноса, и, соответственно, проверяем, что сумма, да, то есть ксора этих битов, это то же самое, что написано вот здесь вот, вот, ну, а бит переноса, получается, что если там хотя бы две единицы из этих трех битов, да, то бит переноса и на следующий раз тоже переходит. Что можно делать следствием, как аналитики, на которые мы пишем? Нет, подождите, это, вот это, вот это я нарисовал для такого, что у нас уже есть a, b и c, нужно проверить справедливость. Вот, а, соответственно, если нам нужно писать ответ, да, то это означает, что просто по одному биты надо выписывать. Ну, ничего нельзя, может только на нее очередной бит напечатать. А читать с нее нельзя уже. Или нам только в одну сторону выписывать, или мы можем сначала последний бит писать, потом ответ последний, потом тяга, а потом... Да, нет, это вы спрашиваете, в каком порядке можно записывать ответ. Да. Да, соответственно, действительно, да, значит, если мы записываем его так вот, да, то получается, что мы записываем его с младших бит, начиная. Вот, ну, на самом деле, конечно, если немножко повозиться, да, то можно и со старших начинать, да, то есть можно просто, как бы, все эти младшие биты не печатать, да, а просто, да, значит, дойти до сюда и вот этот бит напечатать. Вот, а потом и нужен еще счетчик, да, вот тут нужен будет счетчик, да, сколько битов уже напечатали. Да, пойдем, как бы, пойти обратно, вычислять это все еще раз, и теперь второй бит напечатать. Да, это, конечно, очень неэффективно, да, значит, это очень неэффективно, но, в принципе, допустимо. Вот, то есть память сирологографическая будет, да, как раз счетчик будет заведен. Вот. Ну, реально, в реальных процессорах сложение даже не так делается, это мы попозже обсудим, как именно. Там есть специальные, специальные способы ускорить этот процесс. Так, хорошо, значит, ну, вот это вот сложение. Ну, и дальше третья вещь – это умножение. Значит, умножение, соответственно, тут будет а умножить на b равно с. Вот, ну, тогда получается так, что, смотрите, если у нас а будет равно, например, аn-1, аn-2 и так далее, а1, а0, да, побитого, значит, b это будет bn-1, bn-2 и так далее, b1, b0, то дальше будет получать следующее, да, что c, да, c может быть длинным, да, тут будет там 2n-1 и так далее, c1, c0. И дальше будет получаться так, да, что c0 – это будет а0, b0, да, значит, это мы можем точно написать. c1 будет а0, b1 плюс b1, а0, в смысле, b0, а, так, давайте так, а0, b1 плюс а1, b0. Вот, но это уже может быть равно двум, да, значит, соответственно, это только последний вид этого будет, да, только по модулю 2. Вот, а вот c2 уже будет, да, это будет а0, b2 плюс а1, b1 плюс а2, b0, и еще плюс перенос, да, значит, а именно если вот это вот было равно единице, то, соответственно, если это было равно двум, то еще единица пошла как перенос. Вот, но, в принципе, и так далее. Да, значит, тут будет и так далее. Но только в чем отличие от сложения? В том, что переносы могут быть не только на один бит, а сразу на несколько битов вперед. Да, потому что дальше тут будет много слагаемых, и эти слагаемые могут в сумме дать не 2 и не 3, а какое-то большое число, вот, и это большое число даст переносы сразу на несколько предыдущих разрядов. Ну, в принципе, можно считать, что вот этот перенос, это то, что было вот здесь вот пополам, ну, или там без последнего бита. Вот, и так дальше это будет. Ну, в общем, важно, что вот этот перенос, значит, перенос будет уж не больше, чем n, да, сам перенос будет не больше, чем n, а значит, занимает не больше логарифма. Значит, занимает меньше либо равно логарифм n битов. Ну, и, соответственно, мы его будем хранить, ну, и для хранения переноса достаточно как раз логарифмического числа битов. Вот. Ну, тут тоже получается, что мы ответ с конца печатаем, если вдруг нам нужно сначала, без использования дополнительной памяти, то, ну, можно только, опять же, вычислять соответствующий бит, да, и его печатать. Так, ну, чего, понятно про умножение? Значит, вот тут ключевой момент, да, ключевой момент, что перенос может быть не одним битом, да, а логарифмом битов. И получается, что тут, значит, в отличие от предыдущего, и от сравнения, и от сложения, мы не можем, значит, мы не можем организации памяти сделать так, что нам нужно вообще константной дополнительной памяти. Значит, нам все равно нужно хранить перенос, и он все равно будет логарифмический. Да, то есть даже если мы делаем так, что нам не нужны эти технические счетчики, все равно получается, что нам нужен логарифм для хранения переноса. Так, ну чего, понятно? Так, ну ладно. Хорошо, значит, тогда поговорим про скобочные последовательности. Так, ну ладно. Вот, так, значит, второе. Значит, второе, это вот синтактический разбор. Значит, синтактический разбор. Ну, соответственно, тут пункт 2а, это правильная скобочная последовательность. Вот, ну что такое вообще правильная скобочная последовательность? Ну, там есть несколько разных определений. Минимум 3. Значит, есть определение, как бы просто через разбиение скобок на пары, да, да, что можно разбить скобки, что там четное число открывающих-закрывающих скобок. Их можно разбить на пары, так что в каждой паре открывающий идет раньше закрывающий. Вот. Можно также потребовать, чтобы это было, ну, в некотором смысле, правильно, да, что, например, смотрите, если мы просто требуем разбиение на пары, то, может быть, например, вот это, да, что вот эта скобка вот с этой в паре, да, а эта скобка вот с этой в паре. И тогда, вроде как, они разбиты, но это не совсем то, как мы ожидаем, да, мы ожидаем, что вот внутренние будут в паре и внешние будут в паре. Вот. Но, на самом деле, это не важно, да, если хоть как-то разбиты, можно их перегруппировать так, чтобы они были вложены как надо. Вот. Соответственно, есть такое рекурсивное определение, да, значит, есть рекурсивное определение, что, соответственно, пустое слово, да, пустая последовательность, это правильная скобочка последовательности, если там нет ни одной скобки. Да, значит, это как бы база рекурсии, да, что пустая последовательность, это правильная скобочная последовательность. Дальше, если есть какая-то правильная скобочная последовательность, то можно ее взять в скобки, вот так вот. Вот. Ну и, наконец, если есть две, S1, S2, правильная скобочная последовательность, то можно их приписать одну к другой, и это тоже будет правильная скобочная последовательность. Вот. Соответственно, если мы берем как бы в паре вот эти вот две скобки, тогда уже никакого такого перекрытия не будет получаться. Да, будет. То есть вот это вот будет получаться, что мы сначала взяли пустую, дальше ее взяли в скобки, получилось просто скобка отрывает, скобка закрывается, и вот это вот еще раз взяли в скобки. Вот. Ну а также есть еще третье, третье эквивалентное свойство. Значит, критерий. Значит, критерий через баланс скобок. Значит, критерий такой, что значит, во всей цепочке баланс нулевой, то есть открывающих столько, сколько закрывающих. Значит, во всей во всей последовательности баланс равен нулю. А в любом префиксе в любом префиксе больше ли равен нулю? То есть получается, что значит, в любом префиксе открывающих не меньше, чем закрывающих. Вот. Ну, в общем, можно сказать, что все эти три свойства эквивалентны между собой. Вот. Но проверять удобно как раз последнее свойство. потому что можно просто идти слева направо, идти слева направо, подсчитывать баланс. Если вдруг он опустился в минус, то говорить, что ответа нет. Вот. Если дошли до конца, то проверить, что он равен нулю. Если равен, то сказать да. Вот. При этом нам нужен один счетчик. Значит, нам нужен один счетчик для баланса. и как раз баланс уж не больше, чем число символов, то есть баланс не больше, чем n. Ну, и, соответственно, требует логарифма n битов. Да, это еще тоже тут все очень важно, что мы используем двоичную систему. Так что числа порядка n требуют как раз логарифма n битов. Вот. Ну, вот, соответственно, вот этот вот критерий через баланс получается проверяется проверяется на логарифмической памяти. Вот. Хорошо. Так. Ну, ничего, понятно? Вот. Ну, и, да, последний на сегодня. Значит, графа оставим на следующий раз. Вот. А сейчас поговорим про последовательности из двух или нескольких типов скобок. Последовательности из нескольких типов скобок. Значит, например, есть круглая, есть квадратная. Вот если у нас есть и круглая, и квадратная, то как раз вот такая штука может стать проблемой. Да, значит, ну, что, например, если у нас круглая открывается, потом квадратная открывается, потом круглая закрывается, потом квадратная закрывается, да,real. То здесь все хорошо со всеми балансами, но это тем не менее неправильное. Да, значит, тут тут действительно мы можем их разбить на пары, чтобы открывающее было раньше закрывающей. Да, все баланс какие надо, но тем не менее это неправильно, да? Значит, вот это вот неправильное. Вот. Какая тут проблема? Ну, проблема в том, что если мы найдем парную к этой скобке, то внутри будет неправильная последовательность. Весь вот участок между парными скобками неправильный. Вот. Ну и, соответственно, вот алгоритм будет нацелен на то, чтобы проверять, чтобы для каждой скобки искать парную ей и проверять условия на баланс между этими скобками. То есть, соответственно, алгоритм. Значит, для каждой скобки. Для каждой скобки искать парную. И, соответственно, проверять условия на баланс. Условия на баланс по каждому типу скобок. По каждому типу скобок. Соответственно, между ними. Вот. Ну, это... Ну, тут, понятное дело, значит, нужно некоторое доказательство, что это будет правильно. Вот. Ну, более-менее... Ну, а для этого нужно, на самом деле, сначала определение. А определение, на самом деле, будет такое же рекурсивное. Только вот здесь, вот, когда мы добавляем скобки, они могут быть разных типов, но парны друг к другу. Да, то есть, в данном случае, будет вариант... Вот такой будет вариант с квадратными. Вот. Если больше типов, то больше вариантов. Вот. Ну, и тогда, понятное дело, что баланс по каждому типу скобок тут всегда будет выполнен. Ну, и как раз парное к этой будет вот это, и внутри тоже будет все выполнено. Вот. Ну, надо еще обратно доказывать, да, что если баланс выполнен, тогда можно так разобрать. Вот. Это я уж не успею формально доказать. И давайте я чуть-чуть расскажу, как именно этот алгоритм будет работать, и почему ему нужна логографическая память. Посмотрите, как искать парную. Ну, мы идем слева направо, считаем баланс по этому типу скобок. Да, то есть тут... Давайте какой-нибудь там пример. Ну, что-нибудь вот такое вот, да, и тут там что-нибудь еще. Да, вот мы идем вот здесь вот, да, у нас тут будет, значит, один, два, три, потом два, три, два. Дальше это мы пропускаем, да, то есть тут как бы оставляем баланс два, тут получается один, один, два, один, один, ноль. Да, то есть квадратную скобку любая не меняет числа, да, открывающая круглая увеличивает, закрывающая уменьшает. И вот то место, где мы впервые обратились в ноль, это и будет парная, да, то есть вот это вот, будет как раз парной вот к этой. Вот. Ну, и ясно, что этот баланс, он опять же будет не больше n, поэтому требует алгоритма битов. Вот. Но кроме того, да, значит, мы же тут не можем нетку поставить. Нужен еще счетчик, который будет подсчитывать, сколько мы всего тут скобок символов прошли. Вот. А потом можно, кстати, сказать, что мы идем просто обратно и уже считаем, ну, можно считать, что по этому типу мы уже проверили, что все есть, что все верно, да, идем по другому, соответственно, да, по другому типу скобок, проверяем, что по нему тоже все нормально. Почему можно считать, что мы все проверили? Почему что? Почему можно считать, что мы все проверили? По этому типу, ну, потому что тут автоматически, если мы взяли первое место, когда он обращается в ноль, то тогда между ними все это будет положительное, да, и в ноль не обращаться. Вот. Поэтому нужно по квадратным проверить, ну, и в данном случае все будет верно. Вот. Но, соответственно, нужно еще счетчик, да, чтобы мы знали, докуда проверять. Тоже баланс. Ну, мы только его справа налево проверяем, но справа налево то же самое должно быть. Вот. А если, например, тут было там не вот так вот, да, а вот так вот, да, то получилось бы, да, что мы идем, и тут по квадратам не скользится баланс. Да, будет ответ нет. А может быть, например, значит, может быть, например, вот так вот. Да, значит, тогда, если мы вот это вот проверяем, то тут по квадратным тоже все будет хорошо. Да, поэтому это нужно для всех, да, еще для всех открывающих найти парну-закрывающую, это проверить. Да, в данном случае, значит, в данном случае, если мы возьмем вот такую вот пару, да, это будет как раз открывающий-закрывающий, и вот в ней по квадратным будет неправильно. Вот. Ну, в общем, получается, что у нас нужен счетчик, чтобы подсчитывать, куда нужно прийти. Да, нужен счетчик, чтобы подсчитывать баланс. Нужен счетчик, чтобы подсчитывать другой баланс по другому типу скобок. Ну, их будет какое-то небольшое число, три счетчика, каждый занимает логарифм нитов, значит, всего память логарифмическая. Вот. Ну, и вот это вот, давайте, итоговая фраза, итоговый принцип, что суть того, что нам нужна логарифмическая память, заключается в том, что мы используем константу счетчиков, каждый из которых принимает полиномиальные значения. Тогда каждый из них требует логарифма битов, и все вместе, раз их константы, тоже требуют логарифма битов. Вот. Вот это вот суть того, что такое класс L. Все, спасибо за внимание. Спасибо.